приветствую тебя дорогой максим меня можешь просто называть хаса и говорить вы потому что я очень постарше тебя хорошо очень хорошо ну потому что когда по имени отчеству это тяжеловато скажи пожалуйста у тебя вопросы там какие-то возникли да да я бы хотел у вас спросить первый вопрос который хотел спросить это вот я читал одну книжку вашу называется ключ к себе и там был показан один но метод который отличается то что вы показывали на ю тубе на своем youtube-канале я хотел бы спросить какой собственно говоря способ лучше использовать тот что был показан в книге или тот что показывали на ю тубе а что там книги ключеве крючеве это девяностом году было что там ты имеешь ввиду конкретно ну я могу показать сейчас видно будет вроде видно видно вот в книге был описан способ сейчас так один из приемов он называется ключевой стресс-тест но я не помню как он называется если честно говоря давно было блин что то у тебя не получается что это у меня получается я вот так вот становишься и руки чуть ниже надо опустить да вот так вот я покажу как это правильно делать надо поймать более удобное положение тела да ну совсем что плечи не напряженные были и после того как ты там пошире поставить первый раз пошире первый раз надо это делать рядом со стулом рядом с диваном рядом с кроватью потому что в этот момент когда ты будешь делать этот тест ты начнешь расслабляться поэтому тело начнет слегка покачивается ну чтоб ты спокойно что ты никуда не упадешь нет там как бы после вот такого движения но ты говоришь сам себе там какие-то качества которые ты хочешь приобрести там не знаю ты хочешь там быть красивее например ты хочешь там быть не знаю стройнее и так далее после чего горишь давно пять минут я хочу делать это упражнение у тебя руки сами расходятся и ты начинал твое тело ты в этот момент ни о чем не думаешь и твое тело само начинает что-то делать там может чесаться может просто стоять может там не знаю хлопать в ладошке и так далее а может просто голову чесать так стоять все что угодно оно само без тебя ничего делать не будет речь идет о том что когда ты представляешь себе что руки начинают расходиться в этот момент взгляд можно повернуть выше горизонта или прикрыть глаза я закрываю глаза обычно ну кому как удобно потому что есть люди которые с напряжением высоким они когда глаза закрывают они начинают моргать глаза им трудно держать глаза закрытыми и получается они одновременно должны стараться держать глаза закрытыми а еще и стараться чтобы руки представить что они расходятся это усложняет себе задачу поэтому чтобы не усложнять себе задачу а просто проверить насколько ты сейчас напряжен ключевой стресс-тест ты просто представляешь себе что руки расходятся подбирающим удобное положение чтобы представление о том что они легкие расходятся не конкурировали с их положение потому что если у тебя плечо болит ты представляешь что руки легкие а она на самом деле тяжелая потому что болит поэтому надо обойти боль и подобрать образ чтобы они разошлись то есть ты подбираешь образ вообразил например что они не расходятся а сходятся например представился что это магниты и вообразил да вот присоции они раз пошли 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 и это как детская игра они как экзамен в институте потому что если ты будешь представлять себе магнит и при этом будешь каждую секунду думать идут или не идут они так и будут стоять нет но вот у меня когда дело у меня руки как будто вы сами начинают как магниты просто вот после того как все потому что это называется идиомоторный рефлекс то есть идея что руки расходятся и рефлекторное включение их движения моторный компонент включается в ответ на идею но это управляемые рефлексы ты представляешь мы же привыкли что рефлекс это автоматическая реакция в ответ на что-то посредством нервной системы и вдруг тебе предлагается управлять автоматической реакции управляемые рефлексы я когда первый раз жизнь об этом написал что есть управляемые рефлексы люди подумали как это может быть управляемые рефлексы а это полуавтоматические движения которые управляются сознанием воображает себе действие и не мешаешь ему происходить всего лишь навсего для этого подбираешь удобное положение для этого и образ подбираешь удобный для этого потому что при одном образе они пойдут сюда при другом образе пойдут сюда при третьем образе пойдут наверх а это пойдет вниз но как ты себе представишь ну то есть также и все упражнения происходит в этом то есть это же там делаешь просто можешь махать руками можешь что-то еще делать а можешь опустить руки воображая что сейчас пойдут наверх и они начинают всплывать наверх но я возьму ничего не это вообще фантастика такое ощущение возникает невесомости а если не идет ничего значит и зажат поэтому это называется стресс-тест ключевой стресс-тест то есть ты проверяешь насколько ты свободен потому что если ты сейчас свободен раскрепощен хорошем настроении нашел положение представил они сразу пошли а если ты не выспался у тебя напряжение высокой ты пробуешь у тебя не получается поэтому это стресс-тест это самый главный результат то есть когда они пошли у тебя еще больше освобождается сознание обнуление происходит и ты можешь воображать теперь не только движение а я например когда так делал что руки пошли и стал воображать что я великий художник что я могу такие картины рисовать что люди будут приходить и девица такое диво сотворил и вот я вот это делал упражнения и мечтал и в какой-то момент делаете упражнения но там через несколько минут я вдруг заметил у меня исчез блок то есть я раньше думал я и художники я думаю художники это что такое заоблачное азовский шагал шишки для виттан репет там это что-то иное что я никогда художника быть не могу в этом положении стал мечтать что я художник и вдруг какой-то момент руки пошли хорошо и я вообразил и у меня возникло ощущение но хочешь быть художником будь кто тебе мешает то есть стена между мной и искусством упала я стал рисовать и через год выставку сделал я еще сыну своему сказал арен давай через год выставку взяли могут папа муж рисковать не умеют теперь я член союза художников и он член союза художников ну да я не учился рисовать никогда я не был в каком-то вузе или в каком-то училище художеством не был наоборот я потом им лекции читал так вот у меня и вопрос то что ну а что лучше то делать то что вот я сейчас показал это что вот я в книжке выйти читал или же те нот которые помянуть и каждое упражнение которое вы на ютубе показывали которые пять минут получается сумме допустим после колледжа это к примеру прихожу я думаю что мне лучше сделать те упражнения или вот это упражнение я понял это зависит от задачи например задачи конечно все зависит от задачи исходного состояния например тебе надо успешнее учиться меньше уставать и делать больше уроков как говорится допустим допустим или тебе надо сдавать экзамен допустим или ты сдал экзамен на двойку а тебе хочется быстрее восстановиться и сдать на пятерку допустим или ты хочешь изучать иностранный язык допустим то есть зависит от задачи и вот представь себе любая задача из этих перечисленных легче решается если ты раскрепощен если ты свободен если ты не зажат если у тебя нет нервномышленных зажимов любая задача ты будешь иностранный язык быстрее обучаться или на гитаре играть быстрее лучше если ты свободен правда же ты лучше будешь выступать когда ты менее зажат ну да понятно поэтому те упражнения те упражнения там упражнения хлёст там упражнения лыжник шалтай болтай упражнения легкий танец там упражнения вис но те которые пять классических упражнений синхро гимнастики которые делаются по минутке примерно а может быть даже дробно и по секунду и добавляешь туда те движения которые тебе самому хочется сделать так вот сейчас объясню вот это важный момент ты задал вопрос важный вот эти пять упражнений классических они в учебнике по физкультуре для 10 11 класс они это пример это не значит что именно их надо делать это просто пример потому что среднестатистический среди миллионов людей делая эти упражнения люди раскрепощаются и тогда у них хорошо получаются вот эти вот идиомоторные упражнения в которых они могут работать над собой которая показывала да 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 они могут работать над собой они могут внушать себе то что хотят что хотят быть художниками пожалуйста хочешь лучше изучать иностранный язык там тоже дополнительно представляешь себе что так великолепно разговариваешь потом время от времени смотришь кино на английском или на французском или на итальянском ну какой ты учишь чтобы в среде быть в среде быть то есть ты изучаешь иностранный язык тебе нужно делать синхрогимнастику раскрепощающую подбирай эти приемы которые тебе по душе и по организму в тот момент делать ключевой средств для того чтобы мечтать на его фоне одновременно о желаемых переменах себе и будущем все это в комплексе ну говоря пять минут день если ты будешь заниматься потом приступать к изучению языка и вместе с этим постоянно быть среди потому что если ты не в среде но как дети они вот папа мама разговаривают например по-русски они же сразу и понимают хочу и правильно говорят потому что они в среде находятся потому что человек который не в среде даже изучает где-то иностранный язык но но он не говорит и не понимает нюансы он когда говорит сразу видно что это выученный язык а не его язык поэтому надо в среде фильмов больше смотреть как говорят на чтобы чувствовать эту среду а вот а мне например как вот я допустим хочу быть будущим программистом мне получается надо делать упражнения те которые я ну которые нравятся как бы моему телу и мне самому да и при этом допустим там ну решать какие-то задачки может по программированию чтобы лучше ну и ну как бы побыстрее все это запоминать да сейчас я объясню значит у меня много программистов обучалось и они мне говорили о том что после того как они делают раскрепощающие упражнения они могут видеть программу как бы целиком то есть у них не узкое такое зрение туннельное когда только кусочек видишь они могут видеть обзор да 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 и они лучше вот допустим надо было им программу какую-то создать какой-то задачи по работе там через месяц они могли сделать через полный они эффективно работали почему в любой работе если ты свободен и не зажат ты всегда эффективен поэтому люди вот когда например идут экзамен сдавать они же напрягаются потому что они думают что точно как бы то не забыть это не забыть как бы лучше соображать нужный момент они напрягаются ну да ну да и поэтому вот эта скованность она иногда мобилизация это адреналиновое состояние ему надо иметь еще немножко эндорфинного состояния чтобы баланс был потому что если он очень будет скованно он так внимание у него за ужин на костеневшее внимание он не может переключаться поэтому надо быть раскрепощенным поэтому когда учатся в подготовке к экзамену например с репетитором учиться или самостоятельно или с педагогом если они туда вставят в эту подготовку синхрогимнастику лучше сдадут экзамен ну кто лучше сдает экзамен зажатый человек или раскрепощенный конечно свободный ну да свободный да поэтому это должно быть и перед экзаменом и после экзамена вообще это должно быть и перед соревнованием и перед свиданием или перед выступлением и перед общением я все время так говорю по точно чтобы больше информации тебе сказать за короткую встречу вот у меня еще один вопрос связанный с возможно тоже с этим почему вот например некоторые люди у них как будто бы удача намного ну вот больше чем у других людей это тоже связано с тем что они просто свободно чувствуют себя конечно то есть вот у меня есть друг который например вот он просто вот да мы допустим можем делать тест я там сижу что-то думаю долго решаю а он там ну вот не знает как это решить просто раз там ну гад опа на что-то обвел и все а у него оказалось правильно во-первых он наверное был выспавшийся потому что когда человек не досыпает у него вся энергия мозга идет на самоподдержание на выживание если человек хорошо выспался у него мозги лучше работают это первое во-вторых может быть эта задача и прочая десятая эта деятельность совпадает с его талантами потому что когда человек занят деятельностью которая совпадает с его талантами о как там хорошо все идет но просто люди очень мало понимают на что они способны потому что они бывают настолько много способны что даже себе представить не могут я же не знаю что я художник ну да ну оказывается как только я снял у себя барьер как только помечтал об этом и с помощью приема разблокировался в этом направлении получилось что я из нирваны перешел поток и смог рисовать и когда я рисую я чувствую неимоверное удовольствие я получаю потребность рисования нам раньше говорили муки творчества оказывается это еще и удовольствие какое вот это тут одновременно и муки и кайф творчества одновременно ну да вот так вот чтобы открыть таланты у себя самые разные таланты они есть у людей можно в этом состоянии например сделав раскрепощающие действия потом делать ключевой стресс-тест и помечтать например о том что ты художник о том что ты певец о том что ты инженер о том что ты программист просто перечислять перед собой ряд областей деятельности в уме и на какую-то область у тебя екнет екнет да 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 у нас есть профориентация профотбор такой ментальный вербальный я тебе сейчас скажу мама провела ребенка говорит он не знает чем он хочет заниматься в будущем какой вуз поступать допустим но я говорю как он может знать когда все там содержание меняются и что там я вот поступал мединститут думал я там буду заниматься психологии психиатрии а там оказывается первые два года анатомию надо изучать ну да но мы же представление мало имеем о том что какие ресурсы есть учебные тогда но что надо сделать говорит куда же моему ребенку идти я говорю пусть он снимет лишнее напряжение он делал качатку туда-сюда шалтай болтай сделать хлест снимет лишнее напряжение представить себе что он печник великолепный 10-15 секунд потом представить себе что он пасечник великолепный потом представить себе что он чемпион олимпийских игр потом представить себе что он танцовщик великолепный вот так представляет несколько областей деятельности потом он сел я говорит еще не знаю кем я хочу быть но то кем я не хочу быть я уже точно гальзина видишь как интересно фильтр такой ну потому что он осознание подсознание очень много информации заложено то что мы читали то что увидели то что увидели во сне то что слышали и так далее все у нас там есть и когда нам надо сделать какой-то выбор решений сознание в союзе с подсознанием дают такие мощные результаты а вот здесь как раз таки когда человек раскрепощенный чисто механическим повторением тех действий которые ему хочется продолжать то есть которые соответствуют его текущему состоянию резонансность в текущем состоянии в моменте снимается лишнее напряжение и диамоторными движениями вот это два типа движения совокупности которые можно делать сочетая друг с другом воображая себе желаемое изменение в себе будущем по здоровье настроение черты характера и так далее ты сам себя создаешь а можно вообразить что ты будешь более удачливый допустим конечно да то есть чтобы там допустим повысить свою удачу в целом жизни то есть ты должен быть выспавшийся там свободном и просто мечтать об этом да конечно ты прав абсолютно абсолютно прав хорошо еще один вопрос есть вот допустим у меня все время есть такая проблема что я могу долго копить злость человека но не злость такую какую-то обиду и вот как мне от нее избавиться от обиды на человека или там может быть на ситуацию которая произошла с этим человеком когда ты начинаешь сосредотачиваться формулировать вопрос ты начинаешь сам себе помогать сосредотачиваться вот еще раз говори вот я сейчас обращу твое внимание что ты сейчас делаешь все обратили внимание вот вот и начинаешь крутиться в кресле ну да да когда сосредотачиваешься это любой человек не так устроен чтобы сохранять баланс чтобы легче было думать когда он начинает сосредотачиваться он начинает совершать некие повторяемые действия или рукой стучит или так делает или ногой качает или ходит туда-сюда по комнате что такое повторяемое делает чтобы помочь себе легче думать потому что если он не будет снимать лишнее напряжение повторяемым действием у него происходит зависание как компьютере на это там компьютер выключите заново включить что перезагрузка произошла мозга точно также поэтому человек чтобы лучше сосредоточиться или ногой качает или ходит туда-сюда по комнате или пальцами стучит отсюда пошли четки отсюда пошло повторяемое действие в молитве отсюда пошел рок-н-ролл там повторяемые действия свободные какие чай хочет делать рок-н-ролл поэтому пошел по миру так представляешь себе если ты захочешь еще больше сосредоточиться над чем-то а ты допустим каждый день пять минут занимаешься повторяемыми движениями то ты раскрепощенный поэтому ты будешь лучше сосредотачиваться учиться лучше и танцу лучше учиться и языку лучше учиться и экзамены лучше сдавать я почему все время это повторяю возвращаясь к одному и тому же что зажатый человек и раскрепощенный человек это совершенно разные люди человек это везучий человек поэтому раньше было как перед выступлением артист 50 грамм для храбрости потому что снимал личное напряжение он не знал что этот алкоголь у него есть внутри а внутренний алкоголь называется эндорфиноподобные вещества так он бы мог перед выступлением не шлепнуть 50 грамм что вредно а мог бы сделать хлест там или лыжника выбрать то действие которое ему синхронно и добрать свое действие из миллиона возможных действий выбрать свое которое ему резонансно а мы об этом в следующий раз с тобой поговорим хорошо я тебе скажу как подбирать себе свое действие чтобы сделать свою собственную синхрогимнастику который дает взрывной эффект который можно использовать потом хоть самолете хоть в воде хоть под водой только вспомнив о том как ты это дома делаешь то есть я допустим на кого-то обиделся или там ну то я могу просто сделать синхронно гимнастику и забыть обо всех обидах получается так ты выйдешь из-под власти этой доминанты выйдешь из-под власти этой эмоции я так вывожу людей после терактов как вывожу людей из стрессов очень острых и так я учил психологов разных чтобы они тоже умели это делать с помощью ключа потому что когда человек находится в остром стрессе шоке таком эмоциональном он психолога не слышит и психологи обычно они чем занимаются они подбирают слова я научил их подбирать действия подбирать движение причем движение которое инстинктивно сам человек делает вот например в таком состоянии тревоги стресса его трясет я говорю суши я психолога обучаю я говорю вот вещь его трясет подскажи ему это же организм дает защитную реакцию от перенапряжения повторяемым действием на высокую частоту на значит организм природа лучше знает что ему надо делать поэтому надо ему потрясись а психолога как потрясись психологи как они же раньше как говорили если человеку тяжело надо думать о хорошем но если человек мог когда ему плохо думать о хорошем и проблем бы не было правильно и психолога было бы не нужно вопрос том что организм сам когда человек в стрессе выдает защитную реакцию а люди этого не знают что это защитная реакция если борется например когда человек сдает экзамен у нее нервная дрожь да у девочки нервная дрожь ну да мандраж такой это спортсмены говорят мандраж на соревнования да но это мандраж нервная дрожь это защитная реакция от стресса то есть напряжение растет и при этом сопровождается вот этим мандражем так что надо сделать чтобы снизить напряжение надо усилить мандраж а не бороться с этим но это сделать не во время экзамена а дома до экзамена несколько дней до экзамена воображая себе экзамен испытывая этот мандраж надо потрястись повибрировать чтобы снять это напряжение лишнее и потом ты на экзамен пойдешь такой свободный и будешь легко сдавать лучше чем мог бы до этого там очень много я тебе слышал расскажи вот еще один вопрос который я давно очень хотел вам задать вот у меня бабушка она умеет как-то задавать вопрос вот просто в ну вот она представляет голове полную пустоту и задает вопрос в эту пустоту ей на этот вопрос ну чаще всего отвечает либо да либо нет там вот допустим был случай у меня то что мы долго ждали когда приедет молоко чтобы мы его ну как бы налили и ушли оно все задерживалось и задерживалось и никак не могло приехать я тогда спросил у бабушки своей когда приедет молоко она как мне сама говорит потом в голове спрашивала там через пять минут приедет молоко ей отвечают нет там через четыре минуты и тоже отвечает нет но так спрашивал спрашивала а в итоге сказали сейчас и прям вот из угла выезжает молоко в ту же секунду прямо моментально я стою вообще вот как сказки вообще для меня это шок я смотрю она твоя бабушка умница в нулевом состоянии вот в этом когда нету страха комплексов стереотипов шаблонов мышления и подражания авторитетом это нерваническое состояние это когда нет внутреннего диалога но он там есть только поглубже мы его опускаем этом нулевом состоянии голова как пустая в этот момент задаешь вопросом ты по существу задаешь вопрос подсознание а в подсознании там миллион миллион баз данных там столько библиотек там столько мириады там целая вселенная подсознание наше послание конечно там все все этапы происшествующих поколений там все и вот она задает вопрос подсознанию когда придет автобус когда придет молоко когда приедет да или нет там через пять минут или там через десять минут и подсознание и отвечает нет 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 потом она говорит ну там через минуту да а ты знаешь я тебе скажу раньше подсознанию задавали вопрос когда не знали теории нулевого состояния которые я придумал раньше задавали вопрос еще в древности с помощью тарелочки спиритической вот сидят люди в обществе очень модно было сидят пальчики на тарелочку и там стрелочка нарисована да нет и говорят дух пушкина дух пушкина скажи придет вася завтра к нам в гости или нет и пальчики на тарелочках и инстинктивно инстинктивно как вот представляешь себе что руки пошли руки пошли на автомате там идиомоторная автоматически подсознание выдает да или нет а на этом сегодня кинезиология построена вот например предлагаю человеку держать руку напряженно и говорят мы сейчас определим как ты к чему относишься например какой язык вы его тебе учить английский или французский к чему ты расположен подсознательно если то что язык которому ты хочешь сказать да у тебя сил хватит чтобы мы руку не согнули а если тебе приходится сомневаться мы тебе говорим английский или китайский раз и вот так могут и диагноз поставить кинезиологически у тебя пошли больные или печень и вот так вот держит почки больные раз да почки больные а если почки не больные они нажимают второго откуда это берется знание это не почки больные они проверяют а твое отношение больные ли почки твое подсознание твою реакцию на почки как ты подсознательно думаешь много способов общения с подсознанием бабушка твоя нулевом состоянии задавала себе вопрос она задавала вопрос своему подсознанию получала там ответы это тебя и удивило да да но вот когда я спрашивал как она это делает она но мне собственно так и говоришь на просто вот в полной пустоте вот полный этот вот спрашивает вопрос но я не могу также повторить так я тебя ночью никаких мы занимаемся обнулением то есть по существу полная разгрузка когда ты освобождаешься с помощью ключевого стресс-теста или других ключевых приемов видеоматурных там всплывания рук полет повороты одновременно с этими механическими повторяемыми движениями в конце концов ты садишься у нас есть ключевая волна как будто на лодке плаваешь вот влево вправо по кругу вверх вниз и переживаешь о чем переживается в конце концов тебе все пофигу становится и голова становится пустой это обнуление и в этом состоянии можно сформулировать себе новую черту характера например теперь всегда когда ты захочешь хоть ты стоишь на остановке троллейбуса или ты идешь метро или садишься в самолет ты всегда сможешь вызвать это нулевое состояние для решения волнующего вопроса например чтобы не бояться летать эти все еще расскажу такую вещь расскажу как научиться не бояться летать на самолетах но вот у меня проблема в том что я когда задаю вопрос я мысленно как-то стараюсь вот так вот все мысли в бок вот так вот убрать как будто бы чтобы их нет и здесь остается как будто до пустота но мне все равно не помогает я вот спрашиваю просто мне сразу прилетает там да потом нет потом снова да потому что надо быть в таком состоянии баланса но у тебя эмоции динамит ну да я это подскажу как это делать мы сегодня я так много говорю для того чтобы за короткое время много тебе дать информации иначе тебе надо книжки все мои почитать а я тебе сразу все рассказываю поэтому у тебя часть информация запечатлелась а часть нет и ты мне в следующий раз задашь еще вопросы я еще покажу расскажу и тогда действительно мы перейдем к методическим приемам не тут не только буду рассказывать а мы будем делать упражнения хорошо но у меня еще один вопрос есть вот буквально недавно моя бабушка также но научила меня видеть ауру как это все начиналось вот она говорит мне допустим вот дерево стоит и ты должен отойти где-то ну ну метров десять от него и посмотреть на лепестки его очень долго смотреть так прям как можно сильнее ну как-то взгляд вглядываться в них и ты увидишь такое какое-то синее свечение как будто бы немножко то же самое потом ты можешь также допустим люди едут метро ты можешь так посмотреть а у него будет вот как на иконах такой вот вокруг него как ну ну какое-то тоже свечение и вот у меня вопрос как этот навык еще лучше развить его же как то то что я сейчас вижу ну вот еле-еле там что-то вот так немножко прозрачно иногда вижу еще и так интересно смотреть у всех разные цвета там надо бывает набывать синий ну чаще всего синий конечно но как-то да так как его лучше развить это не аура человека как таковая это наше отношение к нему подсознательно окрашивать его в тот или иной цвет такой здоровый такой молодец ты вот энергетику чувствуешь и ты окрашиваешь его в одну цветовую гамму если он такой чахлый больной такой немощный идет ты его не волну окрашиваешь другой цвет это ты внутри себя генерал то есть это отношение к нему у нас как бы да да отношение да конечно то есть это не аура это что-то другое такое ауры такой нету физически аура не существует нет конечно дело в том что это святых тоже снимали рисует это метафора это метафора хирляны были такие мужина хирляны которые несли в науку как бы эффект хирляна когда они фотографировали высокочастотном поле например лепесток дерева или палец и вокруг нее корона сфотографирована ну да такая как будто на самом деле это не палец излучает это поле а это просто эффект результат высокочастотной фотографии когда высокой частоте фотографирует палец из нее выбивается электроны и это облачка автоэлектронной эмиссии фотографируется а люди то не знали как говорится в простонародье видят техники молодежи или где-то эти фотографии эффект кирлян аура 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 они так механические подумали да все диссертацию по эффекту кирляна писал виктор адаменко он жил в городе фразина под москвой и он в этом разобрался да кстати говоря адаменко мы с ним потом дружили очень интересный человек был он меня познакомил с созданником рэдиком который придумал слова экстрасенс и меня пригласили тогда монте-карло монако я был участником 2 международного конгресса по проблемам психотроники но я-то поехать не мог я был студентами института махачкале студентов тогда не выпускали никуда ездить у меня в дагестане в государственной ресурс был очень мощный у нас распределение после института до москвы до тула там до любых городов но мне там сказали наши студенты на международных конференциях не ездят у нас профессора и и то и то когда но я не поехал но они напечатали мою публикацию я им отправил структуру метода внушения я объяснил как происходит гипноз почему он происходит и написал как можно любого человека загипнотизируется какие как какой алгоритм нужно знать там есть детерминатор констататор и внушающая часть но я могу тебе в следующий раз рассказать если интересно да мне такое тоже интересно конечно вот но у меня еще есть последний вопрос к вам это мне просто интересно вот как вы вообще своей жизни находили вот откуда черпали информацию из книг из может быть какой-то научной литературы просто тоже достаточно сложно определить где правда а где неправда где там может выдумка какая-то а где нет это же можно сынует не на ту дорожку очень хороший вопрос отдаешь но я был книжный матч я помню мой братик марат играл футбол а я все лежал на диване читал читал то есть я все перечитал все что можно было читать я читал фантастику все что в советском союзе издавалось наши и зарубежные издавались фантастика это были просто прекрасные книги я читал и стругацких и брэдбери и шекли и гарри гаррисона и других и других других а я даже в свое время в институте создал кружок который назвал ничего научно-исследователь чародейство потому что я прочитал стругацких ничего понедельник начинается в субботу но очень очень интересно это очень развивала я был мальчиком мечтательным вот откуда это берется любознательность мечтательность мой дедушка он был очень большой труженик трудяга у него даже орден красного трудового знамени был и он говорил бабушке всегда который нас заставляла все время трудиться там траву нарвать для курочек там или корову пойти пасти ну когда я у дедушки с бабушкой летом жил и он говорил бабушке дай детям играть в детстве оставить покое сам труженик говорил бабушке дай детям играть детстве и вот я в первой книжке 90-го года диклю себе там писал что я благодарен дедушке за то что научил нас любви и свободе то есть мечтать и бабушке что научила нас труду вот это сочетание любви и свободы мечтательности и способность к труду трудиться как раз таки вот это сочетание лично у меня я не знаю кого как думаю что у многих позволяет потом быть любознательным я много написал метафора много книг у меня есть метафора такая что только почемучки становятся великими потому что есть люди которые постоянно вопросами живут вот как ты мне вопросы задаешь это говорит о том что ты великий человек в душе потому что ты любознателью это точно говорю я объясню почему потому что человек по природе хомо сапиенс человек разумный разум это способность сравнивать анализировать задавать вопросы обсуждать создавать созидать сотрудничать разум и поэтому люди которые не задаются вопросами а у них подсознание все есть если он вопросом не задается а он не развивается поэтому я не понимаю сообщества какие-то когда там вообще вопросы не задают или начальников которые не любят когда задают вопросы чтобы лучше понимать его команду но есть такое вот у нас поэтому у нас есть люди исполнители которые привыкли только подражать и подчиняться не задавая вопросов они боятся они даже сами себе иногда боятся вопросы задавать и есть почемучки которые всегда идут наперекор всему тому что есть они идут впереди ситуации они в споре со временем они все время мыслят потому что они хомо сапиенс человек разумный я хочу сказать что человек разумный не может не быть любознательным ну да ну поэтому великие те которые вопросы умеют сами себя задавать и другим задавать все же я не очень понимаю как вы ну вот допустим у нас сейчас в интернете же есть допустим очень много неправильных источников или источников как ну которые придумали ну там что просто обмануть да обмануть людей но вот как вы не напоролись на такое вы как-то понимали что вас обманывают или или я все это прошел я же взрослый человек мне уже 72 года я уже все прошел я занимался телепатией я занимался гноми хиромантии пальмистрии там хирологии и так далее я занимался телекинезом телекинезом да я всем занимался я занимался я могу научить любого человека без помощи глаз читать газету с повязкой на глазах да я занимался бабушка мне про такое рассказывала она тоже очень давно занималась цигун он но это цигун слова но не склоняется никак поэтому цигун как и говорят ци это энергия да и вот у них там на занятиях какие-то мальчики ну еще были маленькие они так закрывали страницу и могли знать какую страницу точно загадал человек и какие слова ну первые слова написано этой странице вот я так я еще тоже был тогда маленький да нам не рассказал эту историю так все сидел думаю неужели такое действительно возможно для меня это кажется было я тебе сейчас расскажу где там фокусы и где там реальности потому что я когда понял как можно бегать и прыгать на битых стеклах или бегать по горячим углем потом я всем врачам которых я готовил своей школе показывал как бегают по горячим оглям и бегают побитым стеклом и никто не режется и не обжигается я им объяснял что это фокус потому что если куча стекла разбита вот бутылки побил-побил и у тебя куча стекла у нас по нашему мышлению по сериотипу кажется если ты поранил маленьким стеклышком пальчик будет капля крови куча тут будет море крови так нам кажется а на самом деле по любому учебнику физики если человек внимательно понимает что куча принимает форму и поэтому если эту кучу так поставить чтобы не было отдельных стекол ну да я знаю это как воздушный шарик если один гвоздь представить то лопать а если много гвоздей то он не лопнет то же самое лежать на аппликаторе кузнецова много-много кузечков ты на нем лежишь наоборот расслабляешься а у чернышевского рахметов лежал на гвоздях у чернышевского так вот оказывается чернышевский его приводил как человека нового пример приводил что человек необычный рахметов человек необычный даже спит на гвоздях оказывается на них спать-то приятно люди просто не понимали они просто не знают некоторых свойств организма люди просто не знали что бегать по горячим углям дети в болгарии на праздниках бегали и никто не обжигался потому что там надо просто бегать сначала надо чтобы угольки немножко так сказать слой небольшой образовался под остыли их надо распределить определенным образом чтобы ты когда бегаешь а почему бегают они стоят после если встанешь на уголек он тебе поражет все а если бегаешь и они так распределены любой человек может бегать так это же фокусы люди не могут отличить фокусы от реальности а я как раз таки и объясняю сверх память как устроена как устроена у нас сверхчувствительность что этой телепатии вот скажу что сейчас никакой телепатии нету и миллион людей сразу возбудятся как это нет как это не да что вы понимаете вы просто не понимаете потому что вы еще до этого не доросли я это все прошу я это все проверил на себе я верил в это и проверял вот чем я отличаюсь от других людей я проверяю я задаю вопросы а этот человек просто верит и никогда не проверил я вот тысячу человек сколько я сделал роликов разных и много лекций в мире сделал и кто говорил да существует телепатия я говорю давай ты мне докажешь один раз что она существует я тебе беру договариваемся сейчас 100 тысяч рублей хочешь да докажи мне что это существует я тебе прям сейчас дам никто мне не доказал ну да понятно ну ладно вы ответили принципе на все интересующие вопрос меня так что спасибо вам большое ты меня включил видишь я как много говорю потом я не против принципе я мне интерес слушать а я тебе очень интересные вещи расскажу в следующий раз методически мы поработаем чтобы ты посмотрел как синхрогимнастику делать по-настоящему они только как у нас учебники это пять упражнений пошли люди думают что эти пять упражнений есть синхрогимнастика нет это пример почему называется синхрогимнастика я это название придумал потому что подчеркнуть что действия там синхронные текущему состоянию а когда человек делает действие которое совпадает с его состоянием то есть резонансно с ним сразу стресс снимается и он выходит на такое состояние раскрепощение и тогда ему подвластно многое это очень интересно я сейчас занимаюсь обучением изобретательства ну да я вот когда делал упражнения которые были в книге и вот после этих упражнений чувствовал так себя как будто я только что не знаю поспал или как будто очень сильно расслабился такое состояние интересно так за минуту можно сделать много да и бабушки пожалуйста привет передай хорошо здоровье счастья 2 3 молодости потому что с помощью этих приемов можно омолаживаться вот я взрослый человек а когда мне плохо я пользуюсь секундными приемами я тебе в следующий раз и про секунды а моей бабушке ей это лет 70 но ей дают люди вот лет 50 40 макс она пользуется методиками да да она очень долго занимался и вот цигун и другими всякими вот энергетикой там как-то ну в общем в цигуне в йоге медитации везде работает в неявной форме и вот ваши упражнения тоже естественно делал ну конечно ключ это просто осознанное применение того что есть в цигуне потому что многие люди цигун делают чисто механически как акробатику на самом деле они выходят на состояние левитации где руки идут вот так плывут только он пожелает движения но идет потому что они там раскрепощены и как невесомости как космонавт невесомости я даю ключ чтобы человек сразу вошел в состояние цигуне и в цигуне есть так называемый спонтанный танец там когда человек случайно попадает в это состояние я просто случайно попадает то же самое как в йоге но я расскажу это спасибо максим тебе за вопросы бабушки еще раз привет и спасибо вам с праздниками со всеми сейчас такие священные праздники так что передавай ну да вас тоже с праздником спасибо до встречи жду следа встречи до свидания всего доброго тебя